Здравствуйте, я приветствую всех на канале Да, это так. Меня зовут Максим Назаров, и я рад приветствовать снова у себя в гостях замечательного собеседника. Человека, которого не просто интересно слушать, которого очень важно слушать и, конечно, делать выводы. Со мной на связи прямо сейчас Михаил Веллер. Здравствуйте, Михаил Веллер. Здравствуйте, дорогой Максим. Рад приветствовать всех наших слушателей и зрителей. Вы знаете, подводя итоги года, вот у нас сегодня последняя рабочая пятница, все суетятся, но вот в этой суете очень многие, вот все равно, знаете, колокольчиком держат такую тревожность. Вот тревожность, что будет дальше, какие прогнозы на 2024 год. Об этом думают, конечно, украинцы. Да, об этом думают, возможно, россияне, если мне безразличен вообще такое явление, как мир. Я вот у вас хотел бы, вы знаете, очень много событий за 2023 год произошло, неутешительных для нас, для украинцев, для верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Я бы у вас хотел спросить, как вы видите дальнейшую судьбу Владимира Зеленского и Украины сегодня, но не с точки зрения прогнозов, а с точки зрения здравого, холодного мышления? Какие ошибки совершил Владимир Зеленский и что, к сожалению, исправить уже больше не удастся? Вот по вашему мнению. Я думаю, что чем выше в политической иерархии поднимается человек, тем меньше у него свободы, тем больше он зажат в тиски необходимости. Совершенно понятно, что Зеленский не является диктатором. И когда он стал президентом, он вынужден был считаться с рядом очень серьезных факторов. А именно, первое, выразимся так, я не знаю внутреннюю жизнь Украины, откуда мне ее знать, с верхушкой украинских коррупционеров. Я не знаю фамилии этих людей, на слуху была там наверху только фамилия то Коломойского, то Медведчука, но это другое, это то фамилия Ахметова. Кто эти люди, которые превращают свои огромные деньги в реальную власть в Украине, я этого не знаю. Но от этих людей очень много зависит. От них зависит наполняемость бюджета. От них зависит ряд международных связей. От них зависит, насколько выполняются президентские указы, а насколько они саботируются. Зависит в большой степени. А вот эта коррупционная сеть в Украине, размеры и формы которой, разумеется, мне не могут быть известны, а есть только некое общее представление. Она повязана с коррупционной сетью Демократической партии Соединенных Штатов. Штаты давно разъедены коррупцией. В Штатах последние 30 лет продолжаются крайне скверные процессы. В Штатах глубинное государство, которое уже думало, что оно правит на 100%, но вдруг в 2016 году оказалось, что бывают обломы у глубинного государства. Здесь Деленский оказался перед выбором, когда ему звонил Трамп. Играет он за команду Трампа или играет он за команду демократов? Но как много украинских олигархов и политических фигур замазано в финансовых играх Демократической партии США, я знать никак не могу. То, что они замазаны, это абсолютный факт. Если бы Байден был не демократ и республиканец, он сидел бы 4 пожизненных срока или что-нибудь в таком духе. В этом не может быть никаких сомнений. Что касается его сына, всей истории с буризмой, этой зарплаты, в этом не может быть никаких сомнений. Такой человек, как Хантер Байден, никогда не может быть сам по себе. Этот человек ценен как то, как предоставитель связей и следующих из этих связей услуг. И Владимир Зеленский, зависящий от, скажем так, украинского глубинного государства, которое тоже существует и которое формировалось тоже в течение 30 последних лет, зависит от него изрядно и должен с ним считаться для того, чтобы его не съели, чтобы он не оказался вокруг во всем виноват и так далее, и так далее. А второе, он, разумеется, должен считаться со штатами. Не со всеми штатами, большая и достаточно сложно организованная страна, с администрацией нынешней, условно говоря, байденовской, на самом деле обамовской, Белого дома и с верхушкой демократической партии, которые осуществляют курс государства Соединенных Штатов сейчас. А этот курс не является открытым, не является честным и не имеет в виду блага Украины превыше всего. Превыше всего этот курс – это дальнейшее разрушение Соединенных Штатов, дальнейшее разрушение существующей цивилизации, дальнейшее построение глобального социализма для Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Европы. И в рамках этого глобального социализма олигархи-владельцы ТНК, которые будут рулить. Такие, как Сорос, Безос, Гейтс и тому подобное. Вот что происходит. И здесь Зеленский не может особенно дергаться. Он один раз пробовал несколько повысить голос, несколько выйти из себя. Ему мгновенно указали, какое его место и насколько он зависит от того, что будет делать администрация Штатов. Но совершенно понятно, он тут же стал гораздо тише и смирнее. Я говорил с самого начала всей этой горестной войны. Штаты не заинтересованы в победе Украины. Сколько еще должна продолжаться вот эта вот кровавая, понимаете, война, для того, чтобы это стало наконец понятным. Штаты заинтересованы в том, чтобы это длилось долго. Долго. Потому что под это можно воровать огромные деньги. Прежде всего, конечно, ребятам из Штатов. Под это можно списывать разнообразные дыры в бюджете и в бюджетах разных компаний, которые уже есть. Под это можно списывать разные свои промахи. А кроме того, нужно ослабить Украину. И об этом я много раз говорил и думаю, не один. Потому что если Украина примыкает к Вышеградской четверке, к Восточной Европе, если Украина объединяется с Польшей, Чехией, Словакией, а также договаривается с Венгрией, на что стало слегка похоже в последнее время, образуется сильнейшая оппозиция западному курсу, который объявляет себя носителем европейских ценностей. Но это не европейские ценности. Это неокоммунистические ценности, сформированные за последние 50 лет, возникшие 100 лет назад во францклурской школе. Это ценности для построения неосоциализма. Это эти псевдоценности, которые выражаются новоязом, словами, которые специально придуманы. Ни в одном языке этих слов, типа ксенофобия и тому подобное, не было никогда. И так вот, эти ценности существуют для того, чтобы продолжать разваливать страны, народы, и все перемешивать и сводить к нулю. И вот если Украина влилась бы в стан тех, кто против, то было бы очень трудно. Это очень, понимаете ли, интересная вещь. Таким образом, пусть Украина будет как можно более зависима от штатов. Чем дольше будет война, тем больше Украина будет зависеть. Уже сегодня Украине для восстановления нужны такие займы, что все эти международные фонды, банки и так далее возьмут ее за горло, а у них большой опыт полного разорения государств. Примеров можно приводить много. Сейчас мы не будем просто перечислять, но любой желающий найдет легко это вопрос. Вот, понимаете, происходит какая вещь. И вот Зеленскому среди этого надо крутиться. Мне представляется, что личная честность Зеленского не подлежит сомнениям. А вот на какие компромиссы он вынужден идти, а вот с кем и чем он должен считаться, потому что если его выкинут, то лучше не будет, будет только хуже. Вот этого я знать никак не могу. Но надо понимать, что он очень сильно повязан по рукам и ногам. И когда Байден сказал, что мы обеспечим ваш переезд в Польшу и так далее, и этот знаменитый ответ, что мне нужно оружие, а не такси и так далее. Простите великодушно. Почему это Америка убрала посольство из Украины перед тем, как? Это можно перечислять очень долго. Надо считаться с тем, что Байден вывел американские корабли из Черного моря, которые были до него. Практически убрал американские самолеты над Черным морем, которые были при предыдущем президенте. Что это именно Байден звонил Турчинову, если тому верить. Говоря, что только никакого вооруженного сопротивления России, когда был занят Крым и прочее, прочее. И вот с этим всем надо считаться. А Байден не сам по себе. Байден кадавр. Он плохо соображает. Он падает на ровном месте. Он протягивает руку в пустоте. Он вывеска для администрации Обамы. Достаточно было посмотреть. Обама является в Белый дом. И Байден пытается просительно прикоснуться к его плечу. И Обама слегка дергает плечом. Чтобы старый дурак вообще ему не докучал. О чем вы говорите? Это всем понятно. Вот какая история. Так что положение Зеленского трудное. Ему надо учитывать, что если что, его сольют в любой момент и обвинят во всем. Потому что несколько месяцев назад этот зловещий симптом, это лакмусовая бумажка, в Украине стали разыгрывать антисемитскую карту. Это, казалось бы, для Украины ничего не решает и не имеет никакого значения. Но все заявления в адрес Израиля, все голосования против Израиля означают только одно. Люди, которые это диктуют, люди, которые это запрограммировали и приказывают, заинтересованы в ослаблении Украины. Потому что кроме ослабления Украины никаких практических результатов у всех антисемитских выпадов от комментариев до псевдополковника Светана, разумеется, нет. Потому что разнообразные еврейские организации, фонды и люди всего мира перестают посылать Украине деньги, перестают ей помогать, начинают к ней хуже относиться. И из агентов влияния Украины превращаются в лучшем случае в людей, равнодушных к Украине или в людей, которые к Украине относятся плохо. Припоминая еврейские погромы всех веков, Бабий Яр, Богдана Хмельницкого, СС Галичина и так далее, и так далее. Все это результаты антисемитских речей. Вопрос, кому это выгодно? Это выгодно врагам Украины. И ничего более, когда, простите, этот придурок, которого раскручивает, заявляет наш враг Израиль, Израиль наш враг, это он мешает американцам сказать полякам, чтобы дали самолеты. Это чистой воды работа на то, чтобы к Украине хуже относились. Я думаю, что когда колесо еще на два зубца истории провернется, полковник Светан исчезнет. И он должен ставить Богу свечку каждый день, если он останется жив. Потому что это расхожие фигуры, они ничего не стоят. Это вот дело в том, чтобы жив-здоров, безусловно, и желательно на своем месте. Остался Зеленский. Потому что, я упомянула об еврейской карте, это в одно касание переводится на то, полюбуйтесь на ваших еврейчиков. Вот, вам понравился президент еврей? Вам понравился, это самый популярный, наверное, за границами Украины украинский журналист, Гордон, еврей. Вам понравилось, что они наделали? Вам нравится, как израильтяне уничтожают мирных палестинцев? Вот, так вот, теперь запомните, кто вам враг. Это евреи натравили русских и украинцев друг на друга. Это применялось веками и веками. Это старый, вы понимаете, прием, который отлично срабатывает. Я когда-то слышал в Москве, 15 лет назад, 20, от чеченцев такси. Это евреи натравили русских и чеченцев друг на друга. Я не думаю, чтобы он сам додумался. Ему кто-то сказал, интересно, почему. Так что к Зеленскому нужно еще и вот с этой стороны подходить, понимаете? Так что он сейчас пляшет на пуантах. И что будет завтра, совершенно неизвестно. Потому что международное положение зависит от целого ряда вещей. А слоеное оно, как никогда. Михаил Иванович, вы очень четко говорите о том, что у Владимира Зеленского практически нет шансов на самостоятельность в данном случае. А вот поле для маневра, оно очень сужено. Но вы видите это поле для маневра? Конкретно для Зеленского. Ну, как я могу это видеть? Ну, о чем вы говорите? Я должен быть внутри этой игры. Я должен знать эти отношения. Эти конторы. Эти группировки. Эти мнения. Что я здесь могу видеть? Ну, я думаю, что как-то этот вопрос ко мне не применим. Это можно Ермака спросить. Видит ли он для Зеленского поле для маневра? Вот я думаю, что уже если Ермак не ответит, то мало кто ответит, конечно. А что тут я, вы понимаете? Прекрасно. Поле для маневра. Конечно, всегда можно перелезть через соседский забор, но мы же не тот маневр имеем в виду, правда? Я хотел сказать о положении, которое надо учитывать, чтобы понять поле для маневра. Начиная с выборов в шведский парламент, в 22-м году, когда к власти наконец пришли правоцентристы и более крайние правые, потому что левые осточертели всем по самое не могу, со своей мерзостной ложью и лицемерием. Когда дети в детских садах пели «Моя страна, твоя страна», приезжали люди из стран, где абсолютно другая ментальность, абсолютно другие законы, религия, культура, традиции, все воспитание, все другое. А человек в 20 лет уже совершенно сформирован. Ты все основы у него уже не изменишь. Это всю жизнь работать надо, и то останется. Они приезжают и видят страну, где этих баб надо насиловать, где эти деньги надо забирать, где по морде всем надо давать, потому что они трусы и паразиты. Они по-моему-то жирно живут, они боятся драться, они вообще ничего, они дерьмо, но, которых Аллах создал для того, чтобы они кормили правоверных. Это же надо понимать. А уроды кричат, это наши славные исламские братья, у вас исламофобия. Простите, пожалуйста. У ислама свои большие плюсы, но тем не менее люди одной культуры должны жить в своей одной стране. И со своей культурой никуда не лезть, и это все всегда знали. Мультикультурализм, это мы далеко уйдем. То, что Меркель когда-то работал на штазе КГБ, в этом не может быть сомнений, ни одного шанса из ста. Место Меркель в тюрьме пожизненно, в Шпандау. Вот Шпандау снесли, построить там домик небольшой, посадить туда Меркель, три раза в день кормить, полчаса прогулка. И никуда ее оттуда. Значит, пришли правые в Швеции, и вот уже в Голландии, простите, в Нидерландах, и вот уже Джорджа Мелони в Италии, и вот уже Макрон принимает этот закон, весьма ограничивая ужесточающие эти бесконечные права мигрантов. И при этом правые партии не так плохо относятся к России, как левые. Не так плохо относятся к Путину, как левые. Потому что, первое, там нет этого безумия ЛГБТ, когда мерзостые уроды, тряся голыми телесами мерзостными, идут и заявляют, что это парад гордости. Это противно любому нормальному человеку, но любым нормальным человеком положено затыкать рты, чтобы они не смели возражать. Это, опять же, так сказать, продукт последних десятилетий. И там, что касается вот этих вот расовых, вот, у нас должно быть столько-то женщин, столько-то черных, столько-то азиатов, столько-то геев, столько-то трансгендеров. Любого у нас должны быть достойны. На самом деле это же кумовство, понимаете, и та же коррупция. Но хоть такого безумия нет у возведенного в закон. И это вызывает симпатии правых, одновременно вызывая, простите, симпатии народных масс всего Запада, которые ненавидят вот эту всю фигню. Но молодое поколение более болванено, особенно студенты. Студенты завсегда передовые, молодежь ничего не понимает, ей что, внушат авторитеты? Тому она и верит. Но, тем не менее, правые в Европе, которые несут как раз с собой здоровые устои, достаточно симпатизируют России со всеми ее недостатками. Это надо учитывать, это надо понимать. Я не сказал подобрять, я не сказал поддерживать, я сказал понимать и учитывать. Некоторые правые, о которых вы говорите, симпатизируют в России, как выясняется, только потому что были моменты, например, финансирования из России и компании Марин Бэм по Франции, господин Олбан и многие другие. Тут просто связь симпатизируют потому что, или вопреки как бы, или тут вопрос. Одна секундочка, понимаете, она его любит не за деньги, но деньги все-таки тоже приятные, когда дарят девушке что-то ценное, красивое, полезное и престижное. Она бы его и нищего любила, наверное, но так еще лучше. То есть, не надо говорить, что любят за деньги. За деньги берегут отношения, чтобы получать еще, но симпатии и стремление к общим ценностям за деньги нет. Ты голоса купишь за деньги, а общественное мнение за деньги нет. Здесь работает немного другая система. В Венгрии страна консервативная. В Венгрии не желает мусульман. В Венгрии не желает гомосексуалистов, которых решили запретить так называть. Хотя это абсолютно корректное, правильное, я знаю, медицинское слово и так далее. Она их не хочет. И она испытывает симпатии к России, которая этого тоже категорически не хочет. Вот и все. В Венгрии не хочет, чтобы ее растворили все вот эти жуткие волны. Чтобы учителям отрезали головы. Она не хочет. Чтобы вдруг образовывались негритянские, мусульманские гетто, куда полицейские не заходят, потому что их будут бить. А если полицейский будет сопротивляться, то его же посадят. За превышение пределов необходимой обороны, за превышение силы и так далее. Вот Венгрия, среди прочих, этого не хочет. Венгрия считает, что такую шваль нужно дубасить дубинками по головам, чтобы они не смели пикнуть. И таким образом, не разбираясь, за что и кого дубасит дубинками ОМОН в Москве и в других городах, подобный подход, сказали разойди, значит разойдись, внушает симпатию людям, которые видят западное, простите, великодушное разложение. Когда говорят, нет, нет, не разложение, нет, нет, строили люди с нормальными ценностями, а нынешние все это гноят. Таким образом, вот это вот течение в мире приходится учитывать. А кроме того, что было понятно всем нормальным людям, что касается отношений Штатов и Россия. Для Штатов, с их точки зрения, нельзя допускать союз России с Китой. Надо откалывать одно от другого, потому что китайская численность, трудолюбие, производительность и так далее, и так далее, российское сырье, пространство и абсолютная продажность вместе дают страшный результат. Так теперь Россия дружит не только с Китаем, но еще и с Ираном. То есть огромные успехи, понимаете, администрации Байдена. А Украина в это время голосует против Израиля вместе с Россией, вместе с Ираном. И кричит, что Израиль наш враг. То есть вы понимаете, как здесь очень интересно, все заплетено. Таким образом, сегодня идет большая игра в мире. На кону стоит вся западная цивилизация. На кону стоят Соединенные Штаты, в которых революция на две трети уже победила. Вот эта левая, контрбуржуазная, неосоциалистическая революция. Когда свободы слова уже в большой мере не существует. Когда в университетах ты не смеешь говорить то, что ты думаешь. Потому что разрешен только один образ мыслей. Вот разрешен только один тип идеологии. За все остальные тебя выгоняют к чертовой матери. То есть, простите, вот это уже добились. То есть граница уже отменена. Это называется, живите у нас все, кто хочет. Главное, голосуйте за тех, кто вам дает деньги. Таким образом, речь идет об увековечении власти вот этих неосоциалистов, каковых сегодня превратились демократы. Украина где-то на шестом месте стоит. Во всей пирамиде интересов Запада, который борется за жизнь сам. Где элиты пытаются уничтожить народ, которому заткнут рот. Которому не позволено возражать. Которому не позволено мыслить. И у которого сейчас даже в Штатах, которые старательно пытаются отобрать оружие. Потому что народ должен быть беспомощен. Но у народа нужно отобрать полностью любую возможность сопротивляться. Это то, что сделали большевички через две недели после Октябрьского переворота. Они запретили владение оружием, которое было в Российской империи. Это то, чем занимается так называемый Верховный суд. Он же суд справедливости в Израиле. Затруднять людям возможность иметь оружие. То есть их будут резать. Но лицензии это очень сложно. Это не всем это тяжело. Нет, нет. Не надо давать людям оружие. Простите, пожалуйста, место их. Я не скажу, а то не выйдет это все. Если я скажу, где их место. Ну, примерно там, к чему пришел Нюрнбергский трибунал в результате. И вот во всей этой сваре в Украине люди, которые вот уже два года почти находятся в состоянии такой войны, совершенно естественно рассматривают все через призму этой войны. Выжить. Вот выжить со своей страной. И им кажется, что весь мир поделен на тех, кто вот помогает Украине хорошо, плохо и вообще не помогает. А мир живет своими собственными интересами. Нельзя в этом не отдавать себе отчет. Понимаете? Если не будет Украины, если не будет Израиля, если не будет Беларуси, если Чехия и Словакия вдруг опять станут Чехословакии. Миру будет на это глубоко наплевать. Ни первый, ни последний раз в истории. Понимаете? Вот финская война, 1939 год. Советский Союз исключили из Лиги наций. Ну и что? Так что положение очень серьезное. И в этом положении предсказывать ширину коридора маневра для Зеленского абсолютно невозможно. Да. Я слушаю вас за хлебом. И я действительно, во-первых, друзья, я хотел бы обратиться. Мнение нашего гостя остается мнением нашего гостя. То есть тут очень важно. И Михаил Веллер это как раз таки тот гость, который никогда за мыслью словом в карман не лезет. Вот за это я вас благодарю. Я хотел бы, знаете, вот от Украины, это очень важно, потому что мы здесь в Украине еще на один момент привыкли всегда обращать внимание, а у кого там выборы. А у кого? Вот 2024 год это год выборов. Ну, конечно, Россия, март месяц, к концу года Соединенные Штаты. И вы рассказываете о том, что абсолютно справедливо, последние годы в Европе поднимаются правые настроения и правые политики. Парламент за парламентом приходит к власти. И действительно идут какие-то изменения. Идет то, что, например, потеряло тренды. Новая этика, это мы так называем. Я хотел бы сконцентрировать внимание на том, что происходит в Штатах и то, как на это может повлиять Путин. Путин, смотрите, что имею в виду, свежие публикации, конечно, при демократических средств массовой информации, говорят о том, что Путин снова может помочь Дональду Трампу выиграть выборы. Хотя, конечно, доказательств того, что в 2016 году случилось, нет. Ну, имеется в виду за прямых доказательств, скажем так, Путина и Кремля. Но тут вот действительно многие говорят о коалиции будущей Трампа и Путина, что может вообще плохо сказаться на мировом геопорядке. Михаил Ильич, вот скажите, пожалуйста, насколько такая связка возможна и насколько Путин действительно может Трампу помочь? Спасибо. Знаете, давайте, поскольку вы, за что я вам очень благодарен, заранее ознакомили меня, ну, очень вкратце, там, по полпредложению с основами тем, то у меня была возможность как-то, ну, где-то там отложить это все в мозжечке, в районе затылка. Значит, сколько еще Путин может просидеть, как окончатся выборы в России и так далее, и так далее. Путин может просидеть сколько угодно. Как было в одном чудесном американском фильме, он играет главную роль в моем фильме. Если он умрет, я прикажу накачать его автомобильным насосом, раскрасить, подпереть бревном и буду его снимать. Это относится к некоторым лидерам государств, как вы понимаете. Место Путина и роль Путина были предобретены на самом деле еще в 92-м году, когда в России идиоты-мальчики, вообразив, что они умные, они говорили самим Милтоном Фридманом, решили провести совершенно жульническую любую приватизацию, чтобы любым путем, как можно скорее, создать крупных капиталистов, а дальше все было предрешено. Потому что крупным капиталистам нужна охрана своих крупных капиталов, которые все без исключения добыты в обход законов. А поскольку народ обнищал, то народ качнулся к коммунистам. И в 93-м году расстрел Белого дома, Конституция была изменена под буквально диктаторские полномочия креслу президента. А в 99-м году прозвучало слово, за которое надо вешать по приговору суда на Красной площади. Слово «приемник». Какой может быть «приемник»? Народ, любые физические и юридические лица выдвигает кандидатов, и народ голосует за кандидатов в президенты. Вместо этого Шура и Муре «приемник, приемник». Ну и толпа, толпа она всегда дура. «Приемник, приемник, получайте вашего приемника». Этот диктатор, я повторяю, был определен сначала в 92-м году, а потом в августе, это, простите, в октябре 93-го. А потом в 99-м «приемник», «жрите приемника». Все, время свободы кончилось. Культ просвет, как шутили в Брежневске еще времена, культ просвет – это просвет между двумя культами. Он уже закрылся. Вот он начался году в 88-м, а году в 2013-м он уже закрыл. Слушай, 25 лет. 25 лет почти свободы. Вы что, с ума сошли? Так что в России Путин навсегда. А если не Путин, то это отдельный вопрос. Как, кем и чем сменяется диктатура, как наступает период анархии и так далее. Это отдельный вопрос. Про Путина мы сказали, про его выборы. Сколько будет сидеть? Сколько сочтет нужным и сколько позволит современная медицина? Современная конспирология, черты, дьяволы, дневники. Это двойники, роботы, все что угодно. Вот столько будет сидеть. До 90 лет. Ё-моё, Роберт Мугаби, какой-то африканец. Почти до 100. А здесь все-таки медицина поприличнее. Теперь про Трампа. Значит, рассказываю. Году так примерно в 2000. Может быть в 2006, а может быть в 2009. Я уже не помню. Ну, примерно так. В Москве были очередные выборы в Думу. Ну, и там по поводу какого-то кандидата. Вдруг утром, ну, утром, 10-11 часов, 12. На охотном ряду. Ну, такая небольшая. Ну, человек 70-80. То есть демонстрация, митинг такой. Геи и проститутки. Допустим, фамилия кандидата была Сидоров. За Сидорова. Геи и проститутки поддерживают Сидорова. Геи и проститутки говорят, Сидоров наилучшая кандидатура. Ну, после этого, разумеется, Сидорова не избрали бы даже в заведующий районным сортиром. Это называется черный пиар. Теперь смотрите. Все знают, что Путин, лидер России, диктатор, который в розыске международного суда избит этот Боинг несчастный. И всем было с самого начала понятно, кто его сбил и так далее. И вся эта страшная коррупция и прочее. И все, что он говорит, что на Украине мы боремся с жидобандеровцами, что мы укрепляем мир во всем мире. Что все остальные плохие и только думают, как бы сожрать Россию. То есть мир не верит ни одному его слову и знает его как диктатор и убийцу. И вот он говорит, я поддерживаю Трампа. Это означает, этот диктатор, этот убийца поддерживает вот этого. Значит, вот этот такой же гад, убийца и лжец, как он. Это называется черный пиар. Это делается для того, чтобы вот этого никогда не избрали. Потому что в чем заключается поддержка? Во вам. Слова – это не поддержка. В словах можно сказать, ой, это такой чудесный и честный человек. А он только что украл 10 миллионов, допустим. То есть именно вот эта вербальная поддержка Трампа есть борьба за то, чтобы Трамп не был избран. И когда, ну что взять с этих орлов, придурки, понимаете, вы Московской думе. Как когда-то был Верховный Совет, спустились ткачихи с фабрик, а чабаны с гор. И вот они в течение недели сидят и дружно поднимают руки. Вот нынешние такие же идиоты. Они уже ни зачем не нужны на самом деле. Уже может автомат ставить все эти печати, штамповать все эти законы и так далее, и так далее. И вот, значит, выборы Трампа 16-й год, ноябрь. И вот они там аплодируют, открывают шампанское. Для того, чтобы весь мир видел – Трамп, он наш ставленник. Мы его поддерживаем. Вот это для дураков. Для дураков вывеска, ширма, слова. А теперь мы смотрим, кто такой был соперник Трампа – Хиллари Клинтон. Сделка урани «Онван». 20% американского урана ушли России. То есть за это другой сидел бы пожизненно. И у него было бы конфисковано все его имущество. Потому что наложили бы такой штраф, что ни у кого миллиардов не хватит. А ей все сошло. Потому что она вместе с глубинным государством. То есть Билл приезжает и получает поллимона за лекцию. Ребят, я бы за деньги в 10 раз меньше. Прочитал бы лекцию в 10 раз лучшую. Я гарантирую. Но кто такой я, а кто такой Клинтон? Мне столько никогда не украсть. Мне столько дел не сворошее. У меня такой мании величия нет. Кто такой Клинтон? Таким образом, Трамп, который я говорю. Когда мне сказал Гордон, тут я невольно загоготал. Чем, наверное, его обидел, чего не хотел. Потому что я к Гордону отношусь самым лучшим образом. И когда я слышу от него, ну ведь Трамп марионетка, то у меня происходит когнитивный диссонанс. И вот, знаете, вот этот смех, это нервная реакция на когнитивный диссонанс. Давайте смотреть действия марионетки, которой помог Путин. Первое. Он сообщил Путину, что никогда Соединенные Штаты не признают Крым российской землей. Марионетка. Второе. Он тут же дал летальное оружие Украине, которое ни за что не хотел давать Обаму. Когда вопят, это не он, это Конгресс. Вот вам всем. Конгресс это разрешил раньше. Обама накладывал вето и не давал. А Трамп мгновенно, без всякого вето дал. И это только начало. Трамп сделал все для повышения добычи энергоносителей в США и нефти, и сланцевой нефти, и газа. И цены мгновенно опустились. И доходы Кремля, нефтяные и газовые перевозки, соответственно упали за счет сильнейшего падения цен на нефть. И воевать стало не на что. Это следующий шаг помощи России. Далее Северный поток-2. И Трамп его запретил. Он не имел права его запрещать. Это сделка между Европой и Россией. Америка ни при чем. Но Трамп сообщил, что каждая компания, которая имеет какое бы то ни было отношение услугами, советами, чертежами, комплектующими к строительству Северного потока-2, получит полный пакет санкций со стороны Штатов. И все компании мгновенно перестали строить поток. Вот такой большой подарок России. Но отдельный личный подарок – это уничтожение батальонной тактической группы Вагнера. Это первое в истории прямое столкновение американских и российских войск. Первое. И решение принималось на уровне старшего лейтенанта. Потому что Трамп отменил все эти критинские согласования. Сначала доложи генералу, а генерал командующему, а командующий главнокомандующему президенту, а потом спуститься обратно и до тех пор пройдет два дня и все кончится. Нет. Решай на месте. Решили на месте. Большая помощь России. Шарах. И Вагнер перестал пытаться захватывать новые нефтезаводики и непричитающиеся ему территории в Сирии. А потом Трамп, кроме этого, в первые же полгода отправился на Ближний Восток. Большая полгода. Ну, Россия любит Израиль исторически. Израиль – любимая страна России. Трамп перенес официально столицу посольства, то, что столица прогласила Израиль и Иерусалим. То есть, устроил здоровенный договор с Саудовской Аравией, где ему раскатывали дорожку и только не носили на руках. Он вытащил американцев, которые черти сколько сидели в полену в Северной Корее. Никто этого не делал. Он их вытащил. И этот список можно продолжать долго. И при нем Путин сидел. Не я первый говорю, я говорю не в первый раз. Как мышь за веником. Мгновенно после инаугурации Трампа затихли все боевые действия на линии соприкосновения Украина-Россия. Все. Но как только 21 числа вступил Байден, тут оно то есть. Все шаги Трампа, все были во вред политике Кремля. И ни один шаг не шел России на пользу. И после этого толпы, толпы проституток, типа КГБшника-Швейца, рассказывают, что нет-нет, это Байден наш светоч, а Трамп он такой-сякой разыдакий. Вот видите, вы своей аналитикой как раз-таки разрушаете этот шаблон. Вы разрушаете этот шаблон на цифрах, показывая истинное лицо того или иного. Здесь важен вопрос. И его задаст вам и Гордон, я уверен. И я вот вам тоже сейчас его хочу задать. В таком случае, что же сейчас делает Дональд Трамп? То есть, это всего лишь избирательная гонка, где Дональд Трамп представляется миру как, ну, извините, может быть это мелко прозвучит. Он представляется как более пророссийский политик. То есть, или политик, который хочет угодить Путину. Почему это происходит с Трампом, раз он ставил Путину ультиматум и не давал России зарабатывать на войну? Сейчас же говорит о том, что я могу закончить войну в Украине за сутки, просто сдайте свои территории. Зачем они вам нужны? Первое. Не надо говорить, что он пытается угодить Путину, потому что это слова и близко не его, и не того, кто с ним стоял рядом. Это пропагандистская формулировка. Для чего Трампу надо угождать Путину? С какой целью? Дело в том, что в течение двух лет на сумму около 25 миллионов долларов два десятка спецпрокуроров комиссии рыли под Трампа. Если бы там было что, он бы сел навсегда. Они не нарыли ничего. Ничего. Комиссия Мюллера. И заключение было, за которое нужно отправлять на конюшню и пороть вожжами. Мы не нашли никакого преступления, но это не значит, что он не мог бы его совершить. Это то же самое, что я скажу вам. Я не знаю за вами никакого преступления, но это не означает, что вы не могли изнасиловать ребенка. Это то, что сказал Мюллер. То есть, все, что говорится про Трампа, это пропагандистские домыслы демократов, потому что слушать и читать надо родной текст на родном языке, а не переложение через левые СМИ. А они почти все, буквально за единичными несколькими исключениями, в Соединенных Штатах левые. Получается, из Ленинских купился. Погодите, позвольте мне договорить. В течение четырех лет президентство Трампа на Украине было несравненно спокойнее, чем до него, и уж тем более гораздо более спокойнее, чем после него. Вследствие именно его политики по отношению к Украине, по отношению к России и политике всей мировой. Это означает, что довольно странно было бы ожидать, что если при Трампе было хорошо, а при Байдене плохо, то опять при Трампе будет хуже, чем при Байдене. Это абсолютно противоестественно, потому что то, что на самом деле говорит Трамп. Я отменю эти запреты на разведку и добычу энергоресурсов. Я сделаю многое так, как делал раньше, так как я вёл отношения с Китаем, так как я вёл дела с НАТО, так как я пытался достроить эту стену. Потому что тысяча миль, полторы тысячи километров стены были построены до Трампа, и никто не говорил ни одного слова. И никакой социалист римский папа не говорил время строить мосты, а не стены. Дешёвая коммунистическая демагогия. Он такой же папа, как я мама. И так вот, понимаете, и сейчас сцепляться. Что сделает Трамп? Если вам при ком-то было лучше, а при ком-то хуже, то вам должны здорово нагадить в мозги, чтобы вы считали, что при хорошем вам будет хуже, чем при плохом. Потому что журналисты приводят такие-то его слова. Они не знали, к чему прицепиться. Там была ложь на лжи. Начиная с того, что да, конечно, он вообще, он нанял проституток, чтобы они мочились в гостинице, в отеле, в постель, где спал Обама. Это нужно было придумать. И давно доказано, что это придурок, который продавал за деньги, который имел отношение к России и так далее. Но есть идиоты, которые это говорят, и более того, русскоязычные в Америке, в том числе так называемые писатели и так называемые критики, которые ненавидят коммуняк, бывших в Советском Союзе и которые сейчас в России, старательно защищают тех же коммуняк, которые строят социализм и коммунизм на Западе. То есть в Америке жизненный уровень упал, реальная покупательная способность упала, инфляция выросла, наркомания выросла, преступности выросла и так далее, так далее. То есть во всем стало хуже. Но при этом они заявляют, что при Трампе плохо, хотя при нем все было лучше, а при этом уроди хорошо, хотя они не могут сказать, что при нем хорошо. И нынешний парад антисемитизма по Америке в связи с израильско- и тем самым хамасовскими делами – это наилучшая иллюстрация того, кто такие левые. Левые уничтожители своей цивилизации. Трамп – противник уничтожения этой цивилизации. Трамп у них встал костью в горле. И жить на Украине, которая четыре года тихо прожила благодаря Трампу и говорить, что нужно снести Трампа, ребята, ничто так жестоко не наказывается и стоит, как глупость. Ничто. Михаил Иванович, тут вопрос по Трампу с точки зрения, вы очень уверенно говорите о том, как было, и мы действительно видели, у нас иногда такое впечатление, как будто Трамп... Максим, что значит, я уверен? Я говорю то, что есть и то, в чем вы жили. Что значит, я уверен? Уберите отсюда на речи, я уверен. Это может сказать любой. Дело в том, что мы действительно видели, как Трамп правит, и действительно все то, о чем вы говорите, абсолютная правда по поводу предоставления летального оружия и северных потоков и так далее. Вопрос только в другом. Если журналисты перекручивают слова Дональда Трампа, на них, кстати, и повелся Владимир Зеленский, который пригласил Трампа в Украину и говорит, вот, если вы предлагаете войну закончить так, я хотел бы с вами обсудить более детально, какие у вас есть предложения. Я хотел бы... А вот какая стратегия-то действительно? Дальше обеспечивать, например, Украину и Европу глобально оружием перераспределять или все-таки больше двигаться к миру? Вот как вы по Трампу скажете? Одна секундочка. Что вы понимаете под фразой, поясните мне, пожалуйста, больше двигаться к миру. Это означает, какие действия производить? А вот я как раз таким вопросом хотел бы ответить. Двигаться к миру, пичкая оружием Европу, продавать, обеспечивать военно-промышленный комплекс и так далее, или путем переговоров... Максим, при чем здесь европейский военно-промышленный комплекс? Сейчас Украина кричит, дайте нам больше оружия. При чем здесь пичканье оружием Европы? Где птичка... Так, Европа тоже в опасности? Простите, о чем вы? Я говорю, Европа же тоже по этой легенде в опасности? Ну, как нам заявляют, например, новые свежие политики в той же Италии? А вы полагаете, что Европа в полной безопасности? Вот вы сами как думаете? При чем здесь Европа? Вы сказали, или двигаться больше к миру. Что вы понимаете под фразой, или двигаться больше к миру? Как? Так. Два варианта, я говорю. Мир может быть обеспечен поставками большего количества оружия, или в данном случае, как мы уже с вами обсуждали, уступки агрессору, Путину, например. Одна секундочка. Двигаться больше к миру, это означает кончать войну. Кончать войну можно двумя способами. Получить много оружия и выйти на свои границы, и не получать оружие, и уступить России все, что она хочет. Вот два крайних варианта окончания войны. Что вы имеете в виду? Так, я у вас хотел бы спросить, что выберет Трамп из этого? Причем здесь Трамп? Причем здесь Трамп? Вам Байден не дал по Ленд-Лизу ни одной спички, ни одного пистолетного пацана. И почти год все ваши СМИ кричали, а нам и не нужен Ленд-Лиз, полная ложь. Они кричали, за него надо платить беспардонная наглая ложь. А теперь Ленд-Лиз кончился. Вопрос в том, что Америка в лице своей, белодомовской, в Белом доме, байденовской, демократической администрации дала вам категорически мало оружия. Из-за того, что она дала вам мало оружия, вы не можете победить в этой войне. Еще больше, еще ровно год эта администрация будет находиться у власти. Почему вы не обсуждаете, что в течение ближайшего года должна делать эта администрация? Почему вы начинаете обсуждать, что будет делать Трамп, который еще то ли выиграет выборы, то ли нет? Почему вы перескакиваете? Одна секундочка. Сейчас вы занимаетесь пропагандой Байдена, чтобы его избирали на будущих выборах, говоря, что если придет Трамп, а вдруг он даст Украине чего-то меньше? А вот Байден нам все-таки что-то дает. Он вам еще столько даст. Ох, ребята, я не хочу говорить, я не хочу пророчествовать страшные вещи. В течение всей истории ваши потомки будут проклинать вашу дурость, которой дали обмануть себя, как дурного кота поводили за кусочком сала. Вам нужно думать, как можно в течение ближайшего года получить как можно больше оружия, потому что вот сейчас вы его не получаете нисколько. Если это продлится, то какой Трамп вы не доживете до будущего Нового года? Вам об этом надо говорить. Причем здесь Трамп, при котором вы жили хорошо. Сейчас вы думаете, как вы при нем будете жить дальше. Вам вообще при нем надо жить. Вам дожить до него надо. Я вот, понимаете, абсолютно поддерживаю вас в этой точке зрения, но кажется, что мы просто уже списали, по сути, все потуги Байдена, который точно так же запутался в избирательных процессах. И уже, знаете, воспринимаем вот эти непосредственности. Максим, погодите. Давайте формулировать корректно. Байден читает суфлер. Байден слабоумный. Байден отказывается пройти текст на когнитивные способности. Байден ни в чем не может запутаться, потому что он забывает, как зовут его министра обороны, стоящего рядом. Он путает жену и сестру, стоящих рядом. Он падает на ровном месте. Он путает страны. Как он может еще в чем-то запутаться? Его место в доме хроников. Или при нем дома, если он богат достаточно, нужен постоянный сестринский пост, чтобы за ним ухаживали. Про Байдена забудьте. Байден вывеска, вывеска нынешней администрации. То есть, что будет делать вот эта администрация, за которой стоит, конечно, Обама и его группа. Группа, кстати, она достаточно острая. Она спаяна, значит, едиными убеждениями, единой идеологией. Вот о чем речь. Он ни в чем не запутался. Не надо путать. Потому что там идет совершенно последовательная политика. Допустим, группа. И, допустим, нам надо что-то с этим делать до того, как Трамп победит на выборах. И это все очевиднее, что именно это произойдет. Так дело в том, что, понимаете, дипломатия здесь не работает. Угрозы за угрозы, которые Владимир Зеленский... Простите, простите. Ну, нужно же жестко относиться к своим словам. Нельзя сказать, что дипломатия здесь не работает, потому что посол Украины в Соединенных Штатах – это странная фигура, которая не посол, которая не делает ни хрена, которая непонятно, почему там стоит и непонятно, почему она не заменяется. В таком случае хотелось бы знать, кто реально руководит Министерством иностранных дел. Потому что Зеленский же не идиот, чтобы вот эту пустую фигуру ставить, поснул в Соединенные Штаты. Важнейшую страну, важнейшего союзника, опекуна фактически и так далее, и так далее. О какой дипломатии, когда нужно было с самого начала говорить? Есть ленд-лиз, мы хотели бы получить по ленд-лизу это, 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 столько, столько, столько. Вместо этого говорилось, а нам не нужен ленд-лиз. То есть, американский конгресс пробил ленд-лиз и заставил Байдена его подписать, и Байден не дал ничего. И украинская дипломатия не сказала ни одного слова по этому поводу. А понимаете ли, эти самые журналисты, дикторы, каналы говорят, а нам не нужен ленд-лиз. Какая же это дипломатия? Вот после этого встает вопрос, кто управляет украинским государством? Кто? И за какие деньги он продался? И продался он кому? И чье место у расстрельной стенки во время войны в Украине? А вы говорите, не успехи дипломатии. У вас предатели палки. В руководстве Украины реальном предателей не провернешь палку. Послушайте, ну это, знаете, это вот каждое ваше слово звучит так как приговор. Но при этом совершенно невозможно представить, как исправлять ситуацию. Я, понимаете, ну, разумеется, неблагодарно прогнозировать в этом вопросе ничего. Но вы видите, вы видите Брешт, да, ну скажите тогда в данном случае, менять Оксану Маркарову, которую вы имеете в виду. Здесь же тоже вопрос глубинного государства элит, который вы вспоминали, да, в рамках Украины. Ведь Оксана Маркарова досталась президенту Зеленскому от Петра Алексеевича Порошенко. Скажите, пожалуйста, вот вы журналист, у вас есть хорошие знакомые, более или менее, ну, люди, которые вы хорошо знаете, среди ваших коллег. Могут ли, товарищи, господа журналисты, выяснить и сказать, кто входит в украинское глубинное государство? Кто реально управляет Украиной? Кто эти авторитетные, богатые, властные, сильные люди, которые реально определяют политический курс Украины? Если вы этого не знаете и не узнаете, не предпринимаете никаких действий для того, чтобы это узнать, то что вы хотите? Вы что хотите? С вами что сделаю, то с вами будет. У меня-то есть право. Тем более, конечно же, мы фамилии знаем. Это абсолютно очевидно, конечно, и вы задаете очень правильный вопрос. Ладно, здесь все-таки я с вами могу не согласиться. Фамилию эту, скажите, пожалуйста, почему из этого ничего не следует? Почему эти люди не вытаскиваются на свет? Почему СМИ ничего не делают для улучшения положения? Почему СМИ работают только на этих людей, поддакивая тому курсу, который проводится неизвестно кем, а фактически администрации Белого дома? Почему? Вы почему вы ничего не делаете? Смотрите, да, тут тоже очень разделено на самом-то деле на несколько групп, и это тоже у нас очевидно в Украине. Коломойский, например, сидит, да, к слову. А ему там не скучно одному? А он не думается, что он один там. Вот очень интересно, хотелось бы узнать, кто еще переходил на свободе лишних лет 10-15? Да, ну, видите, у Владимира Зеленского свое видение называется, ну, якобы деолигархизация, но тоже очень мутная тема-то на самом деле. Без решения этой мутной темы ничего не будет. Если вы не знаете, если вы не знаете, чьими действиями создано сегодняшнее положение, то о чем мы говорим? Я этого знать не могу. Я не живу в Украине. Я не являюсь украинским журналистом, украинским политологом, украинским политиком, понимаете? А вы это должны знать. Ну, мне такая... Нет, разумеется, мы о своих проблемах знаем, мы о них говорим. Вопрос-то в другом, насколько хочет украинское общество это менять. Тут очень актуально... Я думаю, что родственники тех, кто погиб от обстрелов и бомбардировок, что те, кто сидят на фронтах, что все нормальные люди, хотят ли они менять воров на честных людей? Мне нравится ваш вопрос. Мне почему-то кажется, что хотят, но вам виднее. Это вы там живете. Вот в такой постановке вопроса хотят, в постановке вопроса, которым предлагаются каждые выборы в Украине, не знаю, хотят ли. Тут очень странно. Смотрите, у нас не то чтобы следующий год, следующая пятилетка, как, кстати, стало известно из якобы общения Владимира Путина и Сидзипиня, может быть военной. Военная пятилетка Путина, а ровно столько якобы Путин сказал, готов воевать в Украине. Но при этом на ближайшую пятилетку прогнозируют, кроме той тысячи конфликтов, которые сейчас развернуты по всей планете, глобально, конечно, это Ближний Восток, который не затих, пламя которого разгорается. Израиль заявляет о полном уничтожении Хамаса в ближайшее время. Ну и, конечно, Тайвань, Китай, он же усиливается Россией, как и Россия усиливается Китаем в данном случае. Вот здесь, Михаил Юрьевич, я хотел бы узнать судьбу двух этих регионов, Ближний Восток и Тайвань. Уже можно даже Украину во внимание не брать тут, потому что это действительно глобальные темы. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Разумеется, прорицание не работает. Я вам скажу следующее. Откуда вдруг разгорелось в последние пару лет на Ближнем Востоке? Очень просто. Дали денег Палестине и Ирану и сняли санкции с Ирана. Вот и все. А чего сложного-то? Вы спросите, кто дал денег и снял санкции? Администрация Белого дома под вывеской Байдена. Вот и все. Вот и все разгорание. Бензинчику плеснули и дело с концом. А если бы не давали денег и не снимали санкции, и не на что было бы воевать, и нечем было бы финансировать Хамас, и не на что было бы строить тоннель, так ничего бы и не было. Вот и все. Вот и вся недолго. И не надо где-то, значит, в чем-то пытаться запутываться. Что касается Китая. Значит, так, как все идет, Китай и Тайвань, конечно, получат. Потому что на нынешнюю администрацию Китай плюет через губу. И показал это с самого начала. Как только пара американских министров отправилась на переговоры с китайцами, те их только что на три буквы не послали. Встали из стола ушли. То есть здесь говорить не о чем. То есть вот к этому жулью, вот к этим уродам, к этим неспособным людям, которые считают нужным укомплектовывать разнообразными меньшинствами по квоте, в том числе и правительства, китайцы могут испытывать только презрение. Кроме того, что надо понять, Китай с его идеологией, его устройством, его народом, если что, готов умирать. Америка не готова умирать, она не хочет. Особенно мигранты, которые приехали. Они приехали жрать вкусно, сладко, много по сравнению с тем, что было дома. Потому что дома у них помойки. Почему у них дома помойки? Потому что они их делают. У них помойка внутри. А то, что внутри, раньше или позже выходит наружу. Они приезжают, и оказывается, что помойка вокруг них. Таким образом, такие американцы, которыми сейчас все заменяется, разумеется, воевать с Китаем не будут. У Китая есть серьезные средства. Тут, понимаете, уроды, которые делают себе заработок из разных политологических придумываний, терминов. Теории. Ну, не всем же быть умными, да? А жрать охота. И при этом сидеть в офисе, писать какие-то статьи. Ну, и ни хрена, в общем, не делать. Они придумали постиндустриальное общество. Как писал мой любимый Пен Орен в переводах моего любимого, понимаете, Голышева. Наш крошка Гумми придумал план, как стать богатым. Это означает, мы здесь умные, мы будем все придумывать, а вы будете делать. Если мы вам не дадим, вы ничего не сделаете. Мы главное. Мы постиндустриальное общество. А вы индустриальное. Вы там, давайте, работайте, делайте. То есть, когда оказалось, что олимпийская форма США тоже пошита в Китае, когда оказалось, что если Китай перестанет Америке все поставлять, в Америку вообще перестанет функционировать, то вот тогда начались некоторые такие гримасы удивления. Как же так? Кстати, когда Трамп стал расшивать это общее место, то журналисты завопили, что он портит отношения с Китаем. Конечно, конечно. Так вот, что касается Китая. Вот они еще немножко разберутся с авиацией и флотом. Потому что они понимают, что флот американский лучше и намного больше. Что авиация американская лучше и намного больше. А это серьезно, да? А вот в общем и целом, когда можно будет сделать бросок на Тайвань, то бомбить мирное тайваньское население американцы не будут. Даже под ЕГИДой ООН. А ЕГИД ООН мгновенно соберется, выразит озабоченность, примет резолюцию, призовет за стол переговоров, велит все решать политическим путем. А старший топор не говорит, чтобы всем сгореть, ЕГИД. Я вам рекомендую, простите, рыбой за рекламу, но что-то, я не называю никаких данных. У меня книжка вышла полтора года назад. Она называется «Остров для белых». Там есть одна глава про разгон парламента. На самом деле про разгон ООН. Вот я вам рекомендую, это есть прямо в интернете. А если хотите, то вы мне киньте адрес вот на канал. И я вам пришлю адекватный по книжке электронный вариант. Это про то, как разогнали обездельников из Организации Объединенных Наций. Мы возвращаемся к Тайваню. Китай возьмет Тайвань, вот при нынешних западных руководствах, чуть раньше или чуть позже. И ему никто ничего не сделает. Они что, начнут с Китаем ядерную войну из-за Тайваня? Не начнут. Они на него могут только наложить санкции и перестать что-то покупать. И задача Китая – просчитать все варианты, посмотреть, сколько у них недвижимости. Портов, заводов, фабрик и так далее. В Соединенных Штатах и в Европе они скупают это все капитально. Там же, наверное, половина Италии скуплена Китаем и так далее. Если у них будет скуплено достаточно много, и они будут контролировать Запад достаточно сильно, Запад им ничего не сделает. Никак, абсолютно. Запад сделает вид, что его это не касается. Точно так же. В Китае есть смертная казнь, расстреливают. Это их дело, и Запад не смеет пищать. В Китае сажают мусульману и гуров в лагеря и сажают. Запад иногда выражает озабоченность, и хрен с ней. Она никого не колышет. Китай слишком большой. Это что? С этим надо смириться. Я думаю, с этим надо смириться. Тайвань будет китайский. То есть он и так китайский. Но, знаешь, коммунистические Китая восхал чуть раньше или чуть позже. Я думаю так. Вот заинтересовать Китай, дать ему пряник и показать ему кнут, чтобы он этого не делал. Нынешняя администрация на это не способна. Нынешняя администрация вообще ни на что не способна. Нынешняя администрация не способна отличать мужчин от женщин. Для этого они на всякий случай берут трансгендеров. И какое-то чудовище наряжают в какой-то мундир, кошмар какой-то. Экспонат, понимаете, из психиатрической клиники. И это там у них включено в правительство. Это они с Китаем собрались воевать, что ли? Смешно. Михаил Иванович, вот знаете, я сижу, слушаю вас. И с одной стороны, конечно, вы умеете фантастически просто проблему сразу наложить на нее оптимизм и решение. Вот это прекрасно. Я обожаю вас слушать. Я вас благодарю за вашу правду, за ваши мысли, за вашу принципиальную позицию. Максим, жить гораздо лучше, чем не жить. И пока мы живы, и от нас хоть что-то зависит, и происходит какая-то движуха, и Господь Бог еще не сказал, что я завтра накрываю это все медным тазом. Ну так надо что-то делать. Хоть то, что от нас зависит, вот и все. Так же спасибо, кто позвали. Я вам желаю и в следующем году что-то делать такое, чтобы это влияло на многих. Я вас благодарю. И с Новым Годом вас поздравляю. И с Рождеством. С Новым Годом вас, Максим. Всего доброго. Всего доброго. Михаил Вейлер был со мной на связи прямо сейчас. Я призываю вас, друзья, подписаться на YouTube-канал Михаила Вейлера, а также подписаться на канал Да это так, если вы смотрите без подписки, и поставить лайк этому видео. До новых встреч. Берегите себя. Берегите себя.